Первый вопрос. Почему вы беспартийны? Почему вы не состояли ни в партии «Согласие», ни в партии «Русский союз Латвия»? Отвечайте. Для меня всегда было важно, как в старом советском анекдоте, не шашечки, а ехать. Я два раза писал заявление о вступлении в партии «Согласие», а второй отдал лично Ушакова. Это было в 2014 году, незадолго до выборов. Он его взял в руки и сказал, что теперь ты наш член, с тобой свяжутся активисты, членские взносы и прочее. Спустя три года прошло, он на съезде партии сказал, что Мамыкин никогда не был членом нашей партии. То есть как-то странно. Что касается моего вступления или не вступления в «Русский союз», мы окончательно объединились перед осенними выборами. По духу объединились с Татьяной Ждановой, с Мирославом Митрофановым, с сотнями других активистов «Русского союза». Как-то было не до того, чтобы писать заявление. В общем, были митинги в защиту русских школ, были автопробеги. Мы разрабатывали прекрасную, на мой взгляд, лучшую в стране социальную программу. Она сейчас у партии «Русский союз Латвии», а не у каких-то номинально там социал-демократов. В общем, как-то было не до того. Но да, я думаю, что мне нужно присоединиться к какой-то политической силе. Но с другой стороны, ну хорошо, я беспартийный, но, например, я разделяю там 99,99 программных установок партии «Русский союз Латвии». Есть у меня в этот момент членский партийный билет в кармане нету. Я, честно говоря, об этом не думаю. Но, понимаете, иногда это условность. У нас современные латвийские политики есть такие, которые сменили по 6-7 партий. Например, депутат Вайдера от Латвии, начиная с КПСС. Мне вот больше всего хочется иметь репутацию человека, прыгающего по политическим партиям в зависимости от политической конъюнктуры. Вот это, мне кажется, более постыдное дело, чем получить партийный билет и бегать по долгу в пилсу и всем его показывать. Вот вы слышали, в общем-то, ответ. Поэтому спросим теперь вопрос из Лудзы. Вопрос следующий. Говорит, да, вроде как окей, вроде все хорошо. Но вот Жданок Татьяна Аркадьевна сложила на время выборов, на время избирательной кампании себя мандат. Вот на мыке не сложил. Почему? Потому что из практических соображений, если бы я сложил, пришел бы Борис Целевич, он бы точно не продвигал эти полгода до выборов в Сейм или последний год до выборов в Европарламент условно-русские темы, тему школ или неграждан, или сотрудничество с Россией. Ну, это тот человек, который всеми голосовал вот недавно по Керченской резолюции фактически против России. Это тот человек, который не голосовал против реформы шадурского русского образования в Латвии. То есть я понимаю, что мы потеряли бы какой-то фронт работы и вот, положа руку на сердце, здесь в бюро РСЛ мы с коллегами говорили, я спрашивал, складывать, не складывать мандат. Конечно, многие говорили, оставайся, ты просто будешь для общего дела полезнее в Европейском парламенте. Поэтому этот срок я доработаю, как обещал своим избирателям, пусть и по другому списку, не по списку РСЛ в 2014 году. Что будет дальше в 2019 году, повторюсь, пока еще не принял решение. А есть ли жизнь после Европарламента? Ну, как-то же я прожил 38 лет жизни до момента избрания в Европейский парламент. Ну, конечно, есть. Есть трое детей, есть супруга, есть друзья, есть любимое дело. Есть какие-то вещи, которыми я заинтересовался, я вообще не думал, что на пятом десятке лет могу заинтересоваться там лошадями или собаками, серьезно. То есть есть жизнь вне политики. Работу, наверное, какую-то себе найду здесь в Риге или там в Брюсселе. Ну, нельзя жить и приклеиться к креслу, нельзя любить власть. Это извращение. Можно любить людей, но власть любить — это у человека просто потом как-то крыша съезжает. Он становится психически больным человеком, если он зависим от власти. Это неправильно. Я относительно справа относительно журналистики, может быть, вернее, потому что тоже, когда общаешься с соседями, они латыши, соседи по подъезду, и вчера им говорю, поеду брать интервью Андрея Мамыкина. Вот они мне по-латышнику отвечают, какой был хороший телеведущий, какой стал отвратительный политик. Ну, значит, видимо, хорошо работаете, раз у них такое мнение. Ну, вспоминаю шутку, не мою, а другого политика. Если на меня как на политика еще как-то реагируют, значит, я еще жив. Неважно, это положительная или отрицательная эмоция. В журналистику вернуться нельзя. Я абсолютно уверен в этом, что выход из журналистики в политику — это ванной тикет. Это только в одну сторону. Но что все больше и больше ко мне приходит, например, на мой электронный ящик, а не хотите ли вы организовать какую-то негосударственную организацию? Или вот в Европарламенте пять лет мы с коллегой Григула довольно серьезно работали в делегации по сотрудничеству со странами Центральной Азии. И вот местное журналистское сообщество меня мучает. А как у вас там со свободой пресса? А есть ли там какие-то запреты? Что такое редакционная политика? Может быть, вы могли бы придумать цикл семинаров для нас? И сейчас общество Казахстана и даже Туркмении, очень закрытой страны, оно с интересом смотрит за опытом стран Балтии, за опытом западноевропейских стран и журналистов. Это, кстати, то, чем бы я мог зарабатывать себе на кусок хлеба, если бы я решил уйти из политики. То есть есть какие-то вещи, которые можно делать, имея бэкграунд журналиста и политика одновременно. А критика, кстати, в адрес меня как журналиста, я вспоминаю, что когда я был журналистом, от латышской аудитории я часто получал упреки. Ты агент Кремля, ты ничего подобного, не объективный, ты предвзятый. Закройте этот старый латвийский канал ТВ5, который был закрыт, что это за Кремль ТВ, да сколько можно мамы кинослушать. Поэтому я думаю, если я уйду из политики и пройдет несколько лет, те же ваши собеседники могут сказать, какой был хороший политик, а сейчас какой-то ерундой опять занимается. Это вообще уникальный случай был, поскольку если латыши говорили Кремль ТВ, русские иногда говорили слишком либерально латышский, то Кравцова заставляют говорить. Латышский, да. То есть как-то и с другой стороны вызывали вопросы. У меня была другая история, у меня министр Герхардс, который, кстати, долго вынашивал идею разгона Рижской думы сейчас. Он убежал из студии моей передачи, потому что я просил на русском языке его отвечать. Тогда, естественно, я был врагом у латышской половины общества Латвии и героем у русских. Что касается редакционной политики, мы вас благодарим за то, что вы не просили ни одного вопроса на согласование. На самом деле, в такой практике часто встречается, кому я рассказываю об этом, но вы этого не сделали. За это вам большое спасибо. Это же свобода слова. Спрашивайте, что хотите. Как ума хватит, так и отвечу. Вы смотрели канал «Спутник Латвия». Гостем программы был депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин. Спасибо вам большое. Всего доброго.